Беспрецедентный для Хакасии случай. В Абакане теплоснабжающая организация взыскала долги за поставку ресурса не с управляющей компанией, а лично с ее руководителя. Речь идет о скандально известной УЖК «Преображенская». Судебные тяжбы длились не один год, но в итоге тепловики выиграли непростое дело. Все подробности у Виктора Бурова. Этот гараж – личное имущество бывшего руководителя, уже не существующей управляющей компанией «Преображенская». Сегодня его описали судебные приставы. Подобного в Хакасии раньше никогда не случалось. Верховный суд республики признал Людмилу Степанову виновной в том, что она путем обмана причинила ущерб теплоснабжающей организации. Сумма – 800 тысяч рублей. Схема была такова. Степанова вместе со своей дочерью обслуживала многоэтажку по улице Тороса, 18. Четыре года, начиная с 2011-го, они собирали собственников деньги за тепло, воду, свет, но ни до одной из ресурсоснабжающих организаций средства так и не дошли. Речь идет о миллионах рублей. Хотя жильцы элитного в городе дома уверяют, что платили исправно. Почему мы должны тепловым платить такой ужас? Объясните. Все платят. Да? Вы вот сейчас посмотрите, что творится. Пришли частники. Специального счета у управляющей компании не было. Люди рассчитывались за услуги просто передавая деньги лично в руки Степановой или ее дочери. В итоге взять с юридического лица ресурсникам было нечего. В 2015 году Преображенская обанкротилась. Другие ресурсники всегда шли по пути гражданско-правовых отношений между юридическими лицами. То есть юрлицо ресурсоснабжающее взыскивают с юридического лица управляющей компании. Судебное решение есть, денег нет. Мы просто пошли дальше, мы пошли глубже, мы выявили причины, мы доказали злоупотребление. И в результате взыскание обратилось уже на личное имущество тех руководителей, которые все это делали. Она предупреждена о том, что угрозит уголовное преследование и наказание в случае растраты, отчуждения или иной незаконной передачи арестованного имущества. После того, как пройдет срок для обжалования, судебный пристависполнитель примет все меры для того, чтобы произвести оценку арестованного имущества и передать его для реализации в Росимущество. У других ресурсоснабжающих организаций пока не получается взыскать долги с обанкротившейся управляющей компанией. Но опыт тепловиков, когда есть подается в отношении физического лица, может стать удачным началом борьбы с нечистой на руку экс-руководителем управляющей компании. Кстати, для собственников на Гаташкино-Торрес-18 банкротством Преображенского дело не закончилось. Степанова переименовала компанию в сотрудничество и продолжила собирать жильцов деньги. Хотя в том же году управление домом было передано другой управляющей компании «Жилсервис», которая тоже регулярно присылала расчетки. Много очень пожилых пенсионеров, бабушек, которые в этом не разбираются, рукой махнули и оплачивали дважды. Оплатили в эту компанию, платили и в «Жилсервис» оплатили. Люди уже просто до того устали. Им быстрее бы все это закончилось, чтобы с долгов не было. А многие до сих пор еще приходят, до сих пор разбираются. Чтобы вернуть свои деньги, жильцам теперь придется приложить усилия. С кого требовать средства, непонятно. Сегодня у дома новая, уже четвертая по счету, управляющая организация. Абаканская управляющая компания. Виктор Буров, Дмитрий Кузнецов, Вести, Акасия.